Как правильно организовать свой отдых с мужчиной? Отдых для женщины звучит как рай. Надо и детей с собой взять, и маму, и папу, и тетю Свету. Об этом знает весь Facebook. Мужчине не подходит слово «иногда». Мужчине подходит слово «всегда». Вообще-то кто-то должен этот отдых оплачивать? Кто? И тогда он впервые, ты впервые. Поэтому реши этот вопрос. Нам ведь не нужна Галя, правда? Привет, меня зовут Елена Тарарина. Я эксперт в области обучения людей. Вот уже 16 лет я занимаюсь тем, что помогаю другим людям установить отношения с собой и установить отношения с родными и близкими для себя людьми. В этом видео я расскажу тебе о том, как правильно организовать свой отдых с мужчиной. А что можно организовать его как-то неправильно? А что можно отдыхать в каком-то неправильном месте? А что можно допустить ошибки в отдыхе? Да-да-да, именно все это возможно. Именно поэтому я предлагаю тебе дослушать этот ролик до конца, чтобы отследить, есть ли у тебя топ-5 ошибок, которые обычно допускает женщина, когда отдыхает с мужчином. Ставь лайк, подписывайся на мой канал. Давай вместе разберемся, насколько правильный и энергетически заряженный твой отдых с твоим мужчиной. Когда мужчина приглашает женщину на отдых или они вместе как пара принимают решение поехать куда-то, безусловно, женщина тут же, еще не ступив на трап самолета или не войдя в автомобиль, который довезет их в это прекрасное место, женщина уже на отдыхе. Наш мозг устроен гораздо быстрее. Нам не нужно прямо сейчас оказаться в этом месте, чтобы начать испытывать эти переживания, которые обычно мы испытываем на отдыхе. Чем позже мужчина скажет женщине о том, что будет отдых, тем лучше для женщины. Почему? Потому что в тот момент, когда мы узнаем о возможности отдыха, все, наше сознание уже там. Мы забываем, что нужно забрать детей из сада, мы пересаливаем суп, мы забываем сделать какие-то важные вещи. Отдых для женщины звучит как рай. Это пространство, где ты и он и больше нет никого. И это, между прочим, совершенно нормально. Женщина и рай – очень подходящие друг другу понятия. А если там есть мужчина, это рай двойной. Итак, давай поговорим о правильном отдыхе вместе с мужчиной. Есть пять позиций, в которых ты можешь допустить ошибки. Позиция номер один. Отдых с мужчиной должен быть часто. В смысле? А кто нас отвезет на отдых часто? Вообще-то кто-то должен этот отдых оплачивать? Кто? И здесь я хочу сделать важный комментарий. Почему отдых с мужчиной должен быть частым? Это потому, что мужчина вне дома только и делает, что работает. Его мозг постоянно работает. Его сознание постоянно работает. Его душа, эмоции, тело постоянно в работе. И дом – это та небольшая крепость, куда мужчина приходит просто в тишину восстановиться и набраться сил. И отдых с друзьями, которые иногда есть у мужчин, хобби, увлечения – это все, конечно, хорошо. Но самый мощный энергетический отдых мужчина получает. И самый мощный эффект, заряд энергии мужчина получает только тогда, когда он отдыхает с тобой. Поэтому для пользы твоего собственного мужчины отдых с ним должен быть часто. Это первая ошибка. Обычно мы считаем, что отдых – это редко и только по праздникам. Это ошибка. Это то, что тянет энергию из ваших отношений, а должно наоборот наполнять. Вторая ошибка, которую часто допускают женщины во время отдыха с мужчинами. Отдых должен быть всей семьей. Но раз уж мы выехали, надо и детей с собой взять, и маму, и папу, и тетю Свету, потому что мы как раз в том районе едем отдыхать, где она живет. Никакой тети Светы, никаких детей, никаких родителей. Вдвоем. Это очень важно, когда ты, твой партнер, имейте возможность вообще посмотреть друг на друга, изучить друг друга в очень узком аспекте, в аспекте принадлежности друг к другу. Это именно то, что укрепляет ваши отношения на долгие-долгие годы. Ведь ты хочешь долгих отношений. Третья ошибка – это отдых иногда. Мужчине не подходит слово «иногда». Мужчине подходит слово «всегда». Системно. Задача женщины заключается в том, чтобы заранее говорить мужчине о том, что в этом месяце я бы хотела сходить с тобой туда. В этом месяце я бы хотела, чтобы мы с тобой прожили такой вот опыт. А у меня есть вообще мечта вот в следующем месяце туда попасть. А я слышала, что вот там есть интересное место и так далее, и так далее, и так далее. Вы просто генерите идеи, направляете вашего мужчину, а он уже подскажет вам или сам примет то решение, которое я посчитаю важным. Отдых должен быть системным. Не нужно это делать разово. Это не работает. Четвертое правило и четвертая ошибка одновременно – это секретность. Обычно, когда мы собираемся в отпуск или на отдых, об этом знают все соседи. Об этом знает весь Facebook и прочие другие социальные сети. Это ошибка. Когда вы куда-то едете вдвоем? Тишина. Там, где есть публичность, там нет уединения. Если в твоих отношениях с партнером нет уединения, не переживай. Он найдет Галю, и она ему даст уединение. Поэтому реши этот вопрос. Нам ведь не нужна Галя, правда? И пятая ошибка, которую чаще всего допускают женщины, отправляясь на отдых с мужчиной. Нетворческий отдых. Просто лежание тюленем на пляже, просто какие-то поездки, просто какие-то экскурсии. Это не работает. Мужчину, который делает очень много тяжелой работы, чтобы поддерживать свою семью, невозможно расслабить стандартными видами отдыха. Что ему нужно? Правильно, мужчине нужен творческий отдых. Именно об этом я говорю в одном из модулей курса интеллекта отношений. Я говорю о том, что попробуйте в каждый отдых встраивать маленькую часть. Где мужчина что-то создаст, что-то нарисует, или вы сделаете это вместе, важно, чтобы и ты, и твой партнер делали это впервые. И тогда он впервые, ты впервые. И вот это ваше удивление, ваше новое сопереживание, когда и ты, и он делают что-то вместе, первый раз в жизни. Создает невероятное чувство, когда вы становитесь ближе и отходить от этого человека не хочется. Вот такие интересные штуки я рассказываю на курсе по интеллектам отношений. Кстати, если ты хочешь что-то сделать со своими отношениями и давно уже собиралась куда-то пойти, приглашаю. Меня зовут Елена Таравина. Ставь лайк, подписывайся на мой канал и обязательно проанализируй пять ошибок, которые часто допускают женщины, когда отдыхают с мужчинами. Время нашей жизни лимитировано, как количество вдохов и выдохов. Мы попробуем жить без ошибок. Позволь себе поверить в то, что ты лучшее счастье для своего партнера. Позволь себе правильный отдых.